Мы делаем все, что можем. Мы хотим создавать общественный резонанс вокруг этой истории. Мы не хотим позволить власти замолчать вот это вот расследование. Нужно, чтобы о нем знали все. Это все, что мы можем делать, как молодежь. Вместе с адвокатами, вместе с руководством партии мы добьемся, я думаю, чего-то. Вот как уже добились того, что Кадыров сделал шаг в сторону следствия и сказал, что даст показания по этому делу. Здравствуйте. Прошлите про убийство Немцова. Представьте, это очень важно. Держитесь. Спасибо вам. Ну, Путин допросить чуть-чуть сложнее, чем Кадырова. Хотя не факт, на самом деле. То, как складывается сегодня ситуация в российской политике, говорит о том, что еще неизвестно, кого сложнее допросить, Путин или Кадырова. Мы считаем, что Путин несет, как минимум, политическую ответственность за ту ситуацию, которая сложилась. Потому что именно Путин создал в Чечне фактически ситуацию полного беззакония. Создал ситуацию, когда на территорию Чечни не распространяются российские законы, когда на территорию Чечни не распространяется российский суверенитет. И когда в Чечне просто укрываются бандиты, а потом покидают территорию нашей страны. То, что Геремеев находился несколько недель в селе Джалка под охраной кадыровских боевиков, то, что следователи так и не смогли не то, что его задержать, а даже допросить, это прямая ответственность, политическая ответственность Путина. Потому что Путин дал Кадырову сверхполномочия и дал ему возможность фактически противопоставлять себя российскому государству. То, что Кадыров стал угрозой национальной безопасности, прямая ответственность Путину. Продолжение следует...